Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задача номер 107. Нам дан равнобедренный треугольник. Обозначим этот треугольник А, В, С. И раз треугольник равнобедренный, это значит, что его боковые стороны равны. Поэтому запишем дану АВ равно ВС. АС. Тогда АС – это будет основание треугольника. В условии сказано, что это основание в два раза меньше боковой стороны. Значит, можно написать, что основание АС равно половине боковой стороны. Или одной второй АВ. И также нам дан периметр. Периметр треугольника равен 50 см. И нам нужно найти все стороны треугольника. АВ, ВС и АС. Но мы знаем, что периметр треугольника, а в частности треугольника, который перед нами, то есть треугольника АВС, равен сумме его сторон. Значит, в нашем случае это будет АВ плюс ВС и плюс АС. И из этого равенства мы можем составить уравнение, так как нам известен периметр. Тогда вместо этого периметра подставим 50. АВ мы оставим без изменения. Вместо ВС мы можем записать АВ, поскольку АВ и ВС – это боковые стороны треугольника, они равны, плюс АВ. А вместо АС можем записать 1 вторая АВ. Тогда у нас получится уравнение относительно неизвестной стороны АВ. Тогда 50 будет равно 5 вторых АВ. Ну, получается, 2 вторых плюс 2 вторых, и 1 вторая – это 5 вторых будет. Отсюда АВ будет равно 50 разделить на 5 вторых. Значит, умножить на 2 и разделить на 5. Тогда АВ будет равно 5 разделить на 50. Ну, вот так давайте сократим. 10 единичка. Значит, АВ будет равно 20 сантиметрам. Тогда и ВС будет равно 20 сантиметрам, поскольку АВ равно ВС. А сторону АС или основание АС найдем по формуле 1 вторая АВ. 1 вторая умножить на 20. И это будет равно 10 сантиметрам. Запишем ответ. Нам нужно было найти стороны треугольника, и мы их нашли. Они равны 20 сантиметров, 20 сантиметров и 10 сантиметров. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. И если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.